какие жизненные уроки вы бы хотели знать 10 лет назад 10 лет назад был год какой 2010 2010 да и чем я не хотела знать я знала все заранее но так и получается 10 лет назад скорее 14 лет назад искала будет турбулентность хаос и все будет непредсказуемо никто ни в одной стране в одной точке не сможет предсказать ни одного серьезного события поэтому нет пока моя мудрости хватает тянуть этот тренд лучший способ прожить несчастливую жизнь жить как говорит общество как говорят старшее поколение как советуют друзья лечиться точно в один в один веря во все диагнозы которые говорят доктора верить все информации которые вы получаете и срочно думать об этом сутками я вас уверяю загнетесь очень быстро и такое социальное самоубийство ведете себя в одну секунду по абсолютной несчастье как начать перестать обманывать себя начать и закончить вся жизнь это уходит но первые шаги но первые шаги включить наблюдателя это самое сложное но как известно наблюдатель меняет объект наблюдения если объект наблюдения находится в подвижном состоянии то есть если вы находитесь в состоянии размышлений и поиска источника своих проблем то в этом случае наблюдая за собой вы начинаете разрешать все проблемы в том числе эту которую вы указали многие сейчас переживают фомо fear of missing out чего такой синдром когда ты боишься что-то пропустить сериал посмотреть все которые посмотрели книги прочитать которые все прочитали как с этим бороться но нужно идти в своем потоке и в этом потоке выстраивать комфортную красивую для вас жизнь и если в эту жизнь вам нужно внести полку с книгами этого их читаете это не имеет никакого значения читаю что это читают другие понимаете то есть вы живете в своем потоке и тогда вы перестаете быть всего спевающим хипстером поверхностным около любителем всего на свете и пустым как колокол внутри а знаете когда у вас пустота то она звенит очень далеко она слышно вопрос который нам часто все пишут как перестать переживать за состояние своей страны и за состояние мира ну как не надо переставать нужно оборот переживать но не не все время понедельник среда пятница и или в зависимости от событий переживаем какое-то время потом начинаем заниматься своими делами и чем больше вы переживаете за страну тем больше пытайтесь своих делах на своем маленьком масштабе сделать что-то честно и красиво и умное как научиться использовать мягкую силу для того чтобы использовать мягкую силу нужно понимать что это такое мягкая сила это дар без его убеждения вы не спорите вы не начинаете со слов ты не прав я считаю по-другому да нет все это сплошная чушь все на самом деле вот так это просто тупая сила мягкая сила это когда вы говорите в первых своих словах в этом что то есть то что ты сказал мне нравится такая постановка вопроса но ты знаешь умеете еще одна идея и вы убеждаете человека плюс вы его берете в союзники это и есть мягкая сила то есть симпатичная как избавиться от максимализма с возрастом то есть без приставки юношеские он существует да конечно потому что чем вы моложе тем больше для вас все простое или черное или белое чем вы старше вы накапливаете опыт рефлексируете и постепенно понимаете что не так все просто все переплетено поэтому от максимализма избавляет возраст и анализ но с другой стороны иногда он очень важен потому что юность в себе надо сохранять включая максимализм иногда только он и поможет но в редких случаях может ли альфа самец и альфа самка уживаться под одной крышей как партнеры никто никому не подчинится это договорной брак договорной не в смысле взаимовыгодны по деньгам о чем-то договорились как браки царских семей нет договорное по личности вот здесь твоя свобода воде твоя свобода хозяев здесь нет сложные противоречивые моменты мы договариваемся безусловного подчинения одного другому не существует как очень обидчивому человеку научиться прощать обиды я уже говорил об этом сто раз и и это в силе баланса в курсе это в книге моей рестарт перезагрузка когда вы сильно обиделись и вы все время обижаетесь это ваша проблема это ваша слабость вы не знаете технологии появление силы первое пообижались внутри себя по полной программе произнеся все нужные слова ну про себя течение двух минут после этого папа послушали проанализирует что появилось в голове в голове появилась негативная установка меня обидели этот человек ужасное плохое после этого говорите себе мне нравится эта установка мне может человек понадобится и вообще я слишком обидчивы чуя обижать и дальше начинайте анализировать слова вне этого человека какие вы получили слова их проанализировали потом проанализировали человека почему он их сказал а может быть у самого человека куча неприятностей он депрессии после такого анализа все исчезнет обиды не будет если бы вы знали что завтра умрете какие бы вопросы вы себе задали и я бы не задавал себе вопрос но может быть главный был вопрос чем будем делать сегодня вечером мне кажется вы каждый день себе задаете как жить когда тебя окружают завистники и в том числе твой руководитель это завистник к тебе если ты девушка например вместо нас впечатление что люди неуспешные очень любят искать вокруг себя завистников им кажется что весь мир блин им завидует вот мне завидуют пол мира я об этом даже не думаю не про шефов ни про не шефов ни про мужа ни про кого я не думаю кто мне завидует кто мне не завидует я иду свою дорогу и создаю коммуникацию ту которая мне нужна и добиваюсь результата от всех людей у меня даже мысли не возникает он мне завидует нет какая разница если вы лозер то вам все завидует это ваша внутренняя проблема один из самых частых вопросов которые вам пишут как преодолеть любовную зависимость к человеку надо ответить первое вспоминать все его мелкие неприятные привычки не глобально обвинять его во всех грехах воспринимать просто мелочь в то же мелочь она накапливается ну например не любит давать чаевые в ресторане или очень долго изучает меню а поэтому очень долго начинает спорить с официантом пытаясь пробить что-то свое и результате портит всем настроение вот такие мелочи если вспоминать каждый день на ночь то это помогает и второе ну конечно временно убрать все что об этом человеке напоминает вокруг себя вы подводите итоги года ну конечно все таки это некая граница и некая новая надежда и лучше подводить итоги где-то в ноябре этому способствует погода редкое солнце и остается активный ноябрь и середина декабря для того чтобы может быть что-нибудь подправить подтянуть чтобы все таки к новому году почувствовать себя в качестве победителем относительно даже в этот непростой год дайте то что мы все живы мы уже все победили поэтому это уже хороший итог